как найти электропроводку в стене когда понятия не имеешь как она уложена а еще стена бетонная и сделать это надо раньше чем ее найдет ваш перфоратор или перфоратор установщика кухни иначе будет как на этом видео попали в проводку а дальше столб огня и зачастую недешевый ремонт сегодня я расскажу об основных реально работающих способах поиска проводки в стене в бетоне в гипсокартоне и не только а также как найти в стене например обрыв нуля и замыкание это сделать могут не все приборы поговорим о способах побыстрее покороче подешевле подороже но в самом конце я расскажу самый классный способ самый жирный но чтобы его осознать и понять нужно посмотреть весь ролик до конца а прямо сейчас подпишитесь на канал поставьте лайк поделитесь этим видео и напишите свой пророческий комментарий каким будет самый последний самый классный способ поиска скрытой проводки в стенах с вами мальков александр энерголик без поехали искать проводку стене но прежде чем мы начнем несколько минут важной а для многих полезной информации а теперь представьте лет через десять систему умный дом будут в каждом доме и какой нить хакер получит доступ к управлению вашим домом будет свет выключать да ладно дом а если заводом управлять начнут электростанцией в общем чтобы все работало по нашему сценарию нам нужен специалист по кибербезопасности ну или сами станете таким специалистом освоив курс специалист по кибербезопасности от скиллбокс согласитесь звучит заманчиво востребованность специалистов по кибербезопасности растет с каждым годом компаниям срочно нужны специалист которые могут искать уязвимости и определять утечки данных на рынке наблюдается острая их нехватка в том числе из-за тока экспертов стартовая зарплата специалиста по кибербезопасности 80 тысяч рублей а зарплаты специалистов с опытом достигает 200 тысяч рублей выше курс профессия специалист по кибербезопасности от скиллбокс поможет освоить эту востребованную профессию с нуля курс построен таким образом что его могут освоить люди без опыта работы в айти и технических знаний кибербезопасность подходит тем кто любит совмещать технический потенциал и любит нестандартная задача скиллбок гарантирует что вы получите все необходимые знания и навыки для старта карьеры в кибербезопасности а если вдруг что-то пойдет не так скиллбокс вернет вам ваши деньги обучаясь на курсе профессия специалист по кибербезопасности от скиллбокс вас ждет насыщенная программа более 100 онлайн лекций много практики на основе реальных кейсов и домашнее задание после каждой пройденной темы вас будут курировать опытные наставники а лекции будут читать лучшие эксперты из индустрии кибербезопасности на курсе вы научитесь программировать на python администрировать операционные системы windows и линукс работать с сетевыми протоколами анализировать защищенность веб-приложений сетевых устройств и беспроводных сетей работать с большим арсеналом хакерского п.о. и многому другом не нужно искать скачивать и устанавливать на компьютер все необходимые программы инструменты все что нужно будет в облаке а учеба возможно в комфортном темпе в удобное для вас время профессия охватывает основные направления кибербезопасности тестирование на проникновение и реагирование на инциденты по итогу обучения вы будете иметь два крупных проектов портфолио которые сможете показать будущему работодателю бонусные курсы для развития карьеры вечный доступ к обновлению материалов курса общение в закрытом телеграм-чате с коллегами и экспертами индустрии скиллбокс осуществляет поддержку всех выпускников помогает составите эффективное резюме подбирает подходящие вакансии организует собеседования в топовой компании помогает выстроить карьерный план и попасть на высокоплачиваемую стажировку или работу ребята настолько уверены в своем продукте что готовы вернуть вам ваши деньги если вы не устроитесь на работу гарантия этого прописано в договоре скиллбокс обучают по государственной лицензии поэтому в конце учебы вы получите сертификат установленного образца и даже помощь в оформлении налогового вычета не упустите свой шанс освоить востребованную профессию с высоким доходом и перспективным будущем а по промокоду код 55 получите скидку 55 процентов на обучение чтобы узнать подробную информацию воспользоваться скидкой переходите по ссылке в описании или сканируйте qr-код на экране оставляйте заявку прямо сейчас и измените свою жизнь к лучшему способ самый дешевый доступный эта фотография нужно сфотографировать стены до того как вы их закрыли штукатуркой или закрыли штробы то есть вам монтажники уложили провода неважно каким способом под штукатурку в штробы там в гофре главное чтобы были видны эти провода их нужно сфотографировать но самое важное сделать это вместе с привязками приложить линейку рулетку чтобы потом можно было отсчитать от края стены от пола от окна где находится ваша линия ваша коробка или еще что-нибудь в стене скрытое можно пользоваться специальными приложениями такими как вы видите на скриншотах если интересно напишите в комментариях скину ссылки достоинство этого способа практически бесплатно и практически долговечно недостаток невозможно применить к уже готовому жилью купили вы квартиру начинаете вешать шкафчики а фотографии вам бывшие хозяева не предоставили и поскольку этот способ не подходит для уже готового жилья в котором нет фотографий проводки переходим ко второму способу приборы с порога я отметаю всякую кустарщину типа индикаторной отверткой радиоприемником компасом оставим это все парням с шапочками из фольги пускай развлекаются для нас эти способы не имеют достаточной точность нас интересуют детекторы скрытой проводки стоимостью от 30 долларов до 1000 от обычных с дыркой посередине в которой вставляется карандаш до самых дорогих которые называются локаторами и эти локаторы ищут все это красиво отображается на экране но у них есть одно общее свойство ребята слушайте внимательно они классно определяют трубы они шикарно находят дерево но когда дело касается проводов под напряжением в бетоне у них всех начинается 50 на 50 но примерно тут примерно не тут и даже у самых дорогих проверено не единожды и не только мной даже самые крутые пищат звенят что-то показывают показывают большой разброс справедливости ради я взял свой фнирсе в руки и попробовал найти им скрытую проводку до 30 баксов стоит недорогой и он реально находит но это в тех условиях когда действительно рядом ничего не мешает нет много разных трасс одна проводка на всю стену один провод идет он реально классно работает поэтому ребята когда вы покупаете приборы типа детекторов не заморачивайтесь на стоимости все примерно одинаковые даже самый дешевый детектор лучше работает когда вы попробуйте потренируйтесь с ним хотя бы час возьмите лист гипсокартона за него поместите провод вы будете точно знать где трасса и водите детектором вы увидите когда он срабатывает когда он начинает пищать с одной стороны с другой и вы поймете как определять трассу что нужно определить точки начала писка между ними взять среднюю и здесь будет идти провод детектор с бетонными стенами работают не всегда четко а нам такие качели не нужны поэтому с размаху влетаем в третий способ и снова приборы на этот раз продвинутая и речь о трассоискателях обычно это приборы парные есть передатчик и есть приемник в интернете можно найти много видео преимуществах трассоискателей перед детекторами потому что принцип их действия такой передатчик он генерирует сигнал определенной частоты который выдает в искомую сеть а приемник его ищет более эффективно чем просто определять провод под напряжением мало того трассоискатели делают не только поиск скрытой проводки они ищут замыкание они ищут обрывы это гораздо более крутой функционал чем просто детектор реальную работу трассоискателя я покажу на примере своего мастэк 6818 это реально бог среди трассоискателей за разумные деньги его уже опробовали до меня многие обзорщики блогеры строитель монтажники и все сходятся в одном мнении классная штука нет это не реклама мастэк обо мне даже не знает попробуем поискать самым простым способом не отключая напряжение вставляем генератор в розетку выбираем уровень сигнала запускаем этот генератор и берем в руки приемник второй прибор на нем включаем максимальную чувствительность и идем искать проводку постепенно когда мы найдем трассу чувствительность надо уменьшать тем самым мы сужаем радиус поиска и очень точно определяем трассу самое важное что нужно знать при работе с этим прибором это то что вы будете искать им электропровода под напряжением до миллиметра если прочитаете инструкцию прочитать ее полностью до конца именно осознав все его настройки правильных применяя правильно подключая схему как требует его производитель у вас точность будет просто суперская посмотрите есть видео обзоры есть инструкция инструкцию размещу ссылкой в описании к этому видео а если попросите в комментариях сделаю подробный видео обзор на работу с конкретно этим прибором еще кратенько по нему самая большая проблема которая бывает у домохозяинов и не только у монтажников наладчиков у ремонтников хаус мастеров это поиск обрыва нуля оборвался провод в стене и он не под напряжением его невозможно найти никаким детектором его определит только такой трассоискатель подключив правильно к оборванному проводу или линии с обрывом красным проводом генератор а черный провод заземление которое обозначено на приборе заземлив мы тем самым правильно подаем сигнал на нашу определяемую линию и ведя жалом по стеклу ой прибором по стене мы можем четко найти обрыв и также замыкание согласитесь это очень шикарный функционал изучите 8-10 способов подключения этого прибора по инструкции или видео инструкции и наслаждайтесь и самое главное забудьте про автоматический режим именно в ручном режиме он ищет максимально классно постепенно настраивая чувствительность от высокой к низкой вы научитесь этим прибором работать а зачем нам определять замыкание скажете вы но пришли к вам потолочники начали потолок натягивать воткнули саморез в провод и не сказали ничего а через год полгода два у вас начинает выбивать автомат периодически или узо и вот где найти это замыкание а мастек 6818 поможет он ищет кроме того трубы с водой холодная горячая неважно какие и даже провода под землей на глубине до двух метров согласитесь шикарно но есть недостаток у этого прибора стоимость да он не самый дешевый но и не шибко дорогой подешевле некоторых детекторов от боша ну вот вы и дождались самый смертельный коронный номер четвертый способ мега вундер вафин способ поиска электропроводки в стене а прежде чем мы к нему перейдем я скажу что у меня недавно вышло видео про стабилизатора напряжения его посмотрела неприлично малое количество зрителей youtube его скрывает от моих подписчиков и новых зрителей вот это видео в подсказке там ссылка вверху и также ссылка будет в описании заходите посмотрите классно все про стабилизатора напряжения рассказано если у вас дома прыгает напряжение или скачет снижается повышается это видео для вас и вот он четвертый способ это поиск проводов в стене с помощью тепловизора ай да ну ладно тепловизор знаем и такой способ тоже мне америку открыл сейчас скажут многие нет ребята открыл как раз америку вроде бы способ простой нужно прогреть проводку в стене посмотреть на стену через тепловизор и увидеть где идет трасса но дьявол кроется в деталях как прогреть проводку ну конечно же взять включить мощный туда электроприбор например утюг или два утюга или еще электрочайник сверху или например обогреватель да и по счетчику намотается нормально киловатт-часов особенно когда погреть надо проводочку током в 10 ампер или в 15 в течение получаса вот тут то вам счетчик она считает такой способ нет дешевый но хочется чтобы и и способ работал и счетчик не считал не 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 думайте затормаживание счетчика и всяких там левых схем такого быть не должно я вам все законно расскажу прогрев с помощью реактивной нагрузки конденсаторы почему конденсаторы а не катушка катушка тоже реактивная нагрузка но где вы вменяемую реактивную катушку найдете двигатель его обмотку припрется домой или еще что довольно сложно найти мощную которая бы создавала ток сама не грелась и не потребляла активную мощность а конденсаторы это тема и я сегодня в видео покажу как это работает на примере двух косинусных конденсаторов любезно предоставленных мне компания екф кстати о том что такое реактивная мощность и как она идет я рассказал в одном из своих видео ссылка в подсказке и в описании обязательно посмотрите это поможет понять что такое реактивная мощность и почему счетчик ее не считает получается конденсатор это идеальный прибор для прогрева непосредственно самих проводов без накрутки счетчиком да вы будете по проводке пропускать большой ток но учитываться будет только та энергия которая выделилась теплом в проводах а не та огромная которая приходит и уходит из конденсатора вы можете посмотреть на цифры 8 с половиной ампер 220 вольт кажется в голове сразу рисуется там что-то полтора киловатта или два киловатта да а в реальности это всего лишь два ватта это непосредственно то что греет провода и то что будет учтено счетчиком а не ваш пяти киловаттный обогреватель который вы включили для прогрева проводов он же еще и температуру в помещении поднимет и меньше будет контраст вы не сможете найти проводку тепловизором ну или вам будет сложнее найти а конденсатор сам холодный всегда теперь поближе к конденсаторам конденсаторы проводят переменный ток как они проводят ток я снова же рассказал видео ссылка в подсказке в описании обязательно посмотрите нужно понимать как они проводят переменный ток мне удалось добыть трехфазные косинусные конденсаторы суть их в том что они сразу же соединены в банке в треугольник вот такой схемой раз два три у меня два косинусных конденсатора их соединил просто параллельно два вывода вот этих и у меня получилась емкость не самая большая потом я немного подумал просто закоротил один из конденсаторов треугольники собрав два параллельно в каждом блоке и получилось четыре конденсатора параллельно и выжал из этой банке косинусной максимальную емкость кстати о емкости какую емкость брать у меня получилось 120 микрофарад но если вы соберете себе банку конденсаторов на 200 микрофарад, то это будет лучше. А 300 еще лучше. Поясню почему. У вас будет больший ток и вы быстрее просто прогреете проводку. Мой блок конденсаторов прогревает проводку для того, чтобы его видел тепловизор за полчаса примерно. 300 микрофарад прогрело бы даже быстрее, ну за 10 минут примерно. Вы же помните формулу и квадрат РТ. Там все зависит от квадрата тока. Чем больше ток, тем намного быстрее прогреваются провода. Квадратичная зависимость. Прогрели мы нашу электропроводку емкостным током. Что дальше? Берем тепловизор и направляем на стенку. И о боги, мы видим все провода, которые идут в стене. Направляем луч тепловизора прямо в серединку вот этой прогретой зоны. Ставим напарника с карандашом, который будет отмечать точку по лучу тепловизора. И после этого, отметив несколько точек, можно нарисовать трассу. Аккуратненько, тоненько наметить и потом сверлить смело свои дырки, вешать шкафчики, натяжные потолки, без боязни пробить провод в стене. Важное замечание по безопасности. Конденсаторы заряжаются. После того, как вы выняли вилку из розетки, вилка может вас выстрелить, потому что вы разрядите на себя конденсаторы. Нужно придумать либо устройство, либо не забывать эту вилку закорачивать на какой-то металлический предмет, снимать заряд. У меня конденсаторы с саморазрядом, с разрядным резистором. Разъезжаются в течение 5 минут. Плюс я их еще подключаю через УЗО. То есть я разрываю цепь сразу же УЗО, а потом вынимаю вилку. И я в безопасности от этой вилки. По самому тепловизору. Чем круче тепловизор, тем круче определение. У меня тепловизор простенький, поэтому я вижу такую картинку, не контрастную, но тем не менее я очень точно им определяю трассу. Потому что я определил и наметил трассу тепловизором, а потом проверил крутым прибором МС-6818 и все совпало. Преимущество поиска с помощью тепловизора и прогрева конденсаторами. Это возможность видеть всю картину сразу. Вы на стене видите всю свою линию с коробками и можете проектировать там кухню, потолок и так далее. Ни один детектор вам сразу всю картину не показывает. Это самое главное. Высокая точность обнаружения. И конечно же этот способ относительно дешевый. Нужно иметь всего лишь тепловизор. Но он в хозяйстве пригодится по-любому для разных вопросов. А еще с помощью тепловизора можно искать и трубы в стене, и теплый пол посмотреть, где он оборвался или как он работает. Тепловизор надо дома иметь. Ну а конденсаторы вдобавок. Подводя итог, скажу. Дома достаточно иметь относительно недорогой детектор для общих нужд поиска несложной проводки в несложных местах, типа гипсокартон, каркасные дома. Для более сложных случаев достаточно иметь конденсаторы с тепловизором. Если же вы профессиональный установщик кухни потолков, то здесь лучше Мастек 6818 в добавку с конденсаторами и тепловизором. Вот такие наборы для хаусмастера и для профессионалов. И никакие электропроводки не будут для вас скрытыми. Для вас все будет открыто, как на ладони, и вы никогда не попадете на более дорогостоящий ремонт. Комбинируйте два способа. Самый лучший это прибор плюс конденсаторы, дорогой либо дешевый. Если вам понравился ролик, поделитесь им с друзьями, поставьте лайк и подпишитесь, если вы еще не подписаны. С вами был Мальков Александр, оставайтесь на положительной волне. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok